Здравствуйте, дамы и господа! Возвращаемся после рекламно-музыкальной паузы на, возможно, с большой долей вероятностью, последнюю игру сегодняшнего дня о противостоянии SG и Sports против команды EgoBoys в формате BO1 в рамках квалификации на предстоящий The International 2019. И этот матч очень важен для команды EgoBoys, потому что если они сейчас побеждают, то обеспечивают себе четвертое место, а соответственно и выход в стадию плей-офф. Ну а для команды SG и E-Sports этот матч уже ничего особо-то и не значит, поэтому можно расслабиться, как говорится, и получать удовольствие. Так, ну и что по пикам? Давайте посмотрим. У нас Shadow, Demon, Mars, Elder Titan и Ember Spirit от команды EgoBoys, SandKing, Lino, WraithKing и AncientOperation от команды SG и E-Sports. Я так понимаю, у нас Mars снова на центральную. Мы сегодня уже видели. Насколько он хорош на этой линии. Да и вообще в целом по игре потом. Вот, и остается... Что у нас остается? Остается позиция на сложную линию для команды EgoBoys? Или же нет? Либо же заберут ласпиком что-то на позицию кэри. И судя по тому, что Медуза отправилась в бан от команды SG и E-Sports, то... Возможно, это действительно будет кэри. Ну что ж, последний пик. Последний пик. Он сложный самый. Еще целая минута времени. Кстати, очень быстро напикали ребята. Я вот буквально пока зашел в лобби, пока то-се. СНАЙПЕР ПОЯВЛЯЕТСЯ! О-о-о! Где-то ликует один Дмитрий Light of Heaven Куприянов. Потому что он на протяжении всего вчерашнего рабочего дня вот говорил, да че же они снайпера не берут? Снайпер здесь будет очень хорош. Снайпер убивает всех. Почему его не берут? И вот, наконец-то, снайпер появляется. На последний пик. Для команды Ego Boys. Ну и последний пик остается дождаться от команды SG и E-Sports. SG и E-Sports вообще не тратили док-время. У них еще целых две минуты на раздумье. Поэтому могут себе позволить насладиться сейчас в полной мере. Почему бы нет? Я имею ввиду насладиться раздумьями, конечно же. Продолжение следует... Так, ну а пока я посмотрю, что нам в итоге на параллельных матчах по результатам. Thunder Predator побеждают. Они уже точно на втором месте. 100%. И да. Сейчас получается, что Ego Boys, если проигрывают, у них становится счет 3-4. И нас ждет переигровочка. Ну а если победят, то переигровок не будет. И они занимают стабильное четвертое место и проходят в стадию плавов. Да. В итоге как-то так. А здесь у нас появляется Broodmother на ласт пик. От команды SG и Ego Sports. Такое ощущение, что ребятам терять больше нечего. Но, кстати, Broodata может снайпера и съесть в миде. В рамках противостояния 1 на 1. Почему нет? Так, ладно. Напомню еще раз, что для команды SG и Ego Sports этот матч уже ничего не решает вообще. А вот Ego Boys надо собираться и тащить. Если они хотят пройти дальше. И побороться все-таки за слот на мейн-ивент. Ну а мы будем ждать начала карты и мечтать о том, что будет очень мало пауз. Продолжение следует... Так, ну что. Совсем немного времени осталось до старта решающего матча сегодняшнего дня. И мы узнаем, будут у нас тайбрайки или нет. Поехали. Ну что, может быть какая-нибудь команда сегодня побежит? Нет. Бегать сегодня не хочет никто. Окей. Так, ну и по традиции, конечно же, мы начинаем с паузы. А пока стоит пауза, нужно сделать важную штуку. Вот так вот. И все. Теперь, как взрослые люди, можем спокойно комментировать дальше. Одну секунду надо проверить еще. Все. Все проверил, все работает. Больше отвлекаться не планируем. Так, ну что ж, пауза довольно недолгая, что не может не радовать. Она отжимается, и мы продолжаем наблюдать просто за невероятной тотой, невероятным регионом. Горолевский смех. А, ну да. Горолевский смех. Логичненько. Желают, ребята, удачи друг другу. Да, удача в какой-то мере здесь понадобится и тем и другим. Так, ну, предварительно. Эмбер, конечно, на центральную. Против Эмбера, скорее всего, будет стоять вот этот парень. На Брудмазер. Да. Отправлять сюда снайпера точно не стоит. Снайпер пойдет, скорее всего, стоять в легкую линию и будет формировать. Мы видим, что у него уже там нормальный такой закуп. Он прикинул себе, будет собирать два в Рейсбенда плюс ПТ далее. Так, ну а что в легкую у команды СЖ? Ну, в легкой будет стоять в Рейскинке. Ему довольно неприятно будет на линии. Так, ну что, у нас начинается борьба за баунтируны. Пошел уже Астрал Спирит на разведочку. Никого не нашел. Получается, там у нас есть обстан, колд фит, его прячет Рейзен. И у нас начинается драка. Дракен здесь. Иллюзии пошли. Что по итогу? Две баунтируны забирают себе СЖ и Спортс. Одна достается игрокам команды Эго Бойс. И еще одна лежит на территории команды СЖ. Но ее почему-то никто не контролит. Видимо, недостойна пока что. А возможно настаиваться, кто его знает. Так, у нас на топе пока что трипла от команды Эго. В принципе, также трипла и команда Эйзжи здесь находятся. Но с одной стороны, трипла и команда Эйзжи смотрятся неплохо. Есть стан, колд фит, стан сверху от Линны. Очень много дизейвов. В принципе, можно клепать фраги на том же снайпере и так далее. С другой стороны, есть подсыпь от Шадоу Демона. Есть Элдер Титан, который тебя постоянно будет напрягать здесь своим спиритом. Ну и снайпер есть, который тоже доставляет определенного рода неудобства за счет своей шрапнели. Там потом появится какой-нибудь хэдшот и с ним размениваться то, что не хочешь. В миде Эмберу себя пока неплохо чувствует. Но мы понимаем, что свою силу, наверное, максимальную Брудмазер набирает только к пятому какому-нибудь левелу. Поначалу ей довольно сложно. Ну и с другой стороны, если совсем плохо будет Брудмазер, всегда есть опция сместиться куда-то в лес. Пармить. Так, ну вот, комбинация рабочая есть в вашем исполнении. Не ошибается снайпер, загулял далеко, получает стан и всю порцию дизейблов от команды GS Sports и отправляется в таверну. И это была первая кровь. Ну а внизу, собственно, Битва Титанов. Марс против Сент Кинга стоит. У Марса много регена. У Сент Кинга тоже достаточно. Топорик есть. Топорик есть. С ласхитом проблем быть не должно ни у того, ни у другого. Так что особо интересно здесь еще не произойдет. В миде Эмбер уже потихонечку начинает наглять. Закидывает фисты. Но регенчик все еще есть. Брудмазер. И мы видим, что дальше будет Солринг. Дракен. Наполучал немножко здесь от тавера. Все нормально. Пошел вниз. Там, кстати, неплохая руна, ускорение. Только я не уверен, что удастся выйти куда-то с ней. Возвращается обратно на линию. Так, ну а на топе у нас тоже какой-то экшен продолжается. Движуха за нейтральных хрипов, я так понимаю. Там уже имеется двойной стак кемпа. Ап, который можно заряжать своего спирита Элдер Титану. Что, собственно, я думаю, он и будет делать. В будущем. Ну да. Получает стан. Стан от лины. Голд фит. Спрятали у нас в итоге в Рейс Кинга. Не примерзает. Буквально одного удара не хватает, чтобы забрать Элдер Титана. Очень опасный момент. Но Элдер Титан выживает. Кстати. Да. Ну вы поняли. Баунтер-рунка там все еще настаивается. Как, знаете, хорошее вино. Ой-ой-ой. Очередная ошибка. Элдер Титан. До свидули. На. Говорит. В спину в Рейс Кинг. Своим криту... Своей крит... Критовой атакой пробивает. Спрятали у нас здесь еще Лину. Лина живет. Три стака яда на ней. Лина может погибнуть. Иллюзия работает неплохо. Лина не погибает пока что. Погибнет Шадоу Демон. В итоге даблкил оформляет в Рейс Кинг за счет своих работяг. Спиритом там под контролем Лину. Но Лина живет. Лину здесь вряд ли удастся забрать. Да ладно. По Тавр что ли пойдет Мэтью? Но это уж прям совсем наглость. Простите. Как это сейчас будет еще один фраг. Возможно. Такими темпами нужно бежать. Мэтью. Очень больно. Наполучал. У него конечно там 10 стиков. Но можно было этого и не делать. Ну что. 3-0. В пользу команды G-Sports. В баунте рунка все еще лежит. Все еще лежит. Томится. На медленном огне. Так. Ну и 3000 преимущества. В пользу команды G-Sports уже. Брудмазер мы видим уже начинает. Подфармливать. Телесок пока линия далеко. Ну а благо. За счет паутинки может себе позволить это делать. Внизу Сэн Кинг забегает уже за тавр. Делает отвод в лес. Фармит еще и лесных крипов. Ну в общем имеет достаточно много на линии. Будет играть через Вэл. Далее. Самое интересное на топе должно быть. У нас опять продолжается война за этих крипов. Сейчас появятся еще и баунти руны. За них нужно обязательно тоже побороться. И вот уже занимают позицию G-Sports. Не хотят просто так без боя отдавать. Пошел спирит на разумеет. В боях кастом. Кастуется. Хорошо. Надо баунти воровать. Сюда пришел Дракен. Забирает баунти. Спрятали у нас Ancient Operation. Ancient Operation может погибнуть. Ancient Operation. Да, погибает. С фистов его забирает Эмбер. И зарабатывает фраг. Я не обратил внимания, сходил ли там Сэмкинг забрал ли все-таки баунти руны на своей половине. Ну да ладно. И то, что судьба баунти руны останется нам все же неизвестным. Но теперь у нас противоположная ситуация. У нас есть еще одна баунти руна, которая томится на территории команды Ego Boys. Так, у нас тут Драка. Опять атака на Мэтью. Мэтью может примерзнуть. Нет, Мэтью выживает. Здесь не примерзает. Еще кидает спирита на развороте. Стики прожимает Фрэйс Кинг. И за счет этого очень неплохо так отхилялся. Но он погибает. Также отправляется в таверну. Это еще не конец. Стан по двоим залетает Адлина. Отлично. Примерзает Шадоу Демон. Шадоу Демон тоже погибнет. В это время Снайпер продолжает настреливать. Идет до конца. Один против двоих. Уворачивается Стана. Но тут слишком много нюков. Снайпер! Снайпер может погибнуть. Ахастомп! Отлично! Вовремя. Буквально пара ударов еще не хватает, чтобы забрать сейчас аппарат. Аппарат погибает. Но погибает еще и Снайпер, который из-за того, что вернулся сюда в Рейс Кинг. Ой, какая бешеная линия у нас получается на топе. Постоянные размены идут. И счет становится 4-6. В пользу команды SGS Порции. Немножко по голоду они все еще ведут. В Миде. Давайте на Нетворс, наверное, переходить. В Миде пока что у Эмбера все получше обстоит. Но опять же это до поры до времени. Брудмазер уже периодически выходит в лес. И там за счет фарма лесных крипов, я думаю, Эмбера довольно быстро нагонит. Баунтирунг все еще лежит. Буду периодически напоминать. Так, Боддл прилетел на линию для Марса. Но у Марса пока неплохо. Попробую тут два Дизебла, возможно, его забрать. Да, есть подкопки, есть там сверху. Марс. Копьетки. Ну, пока что живет. Очень глубоко сейчас давит за ним. Арена имеется, но его, конечно, тратить не будет. Щит просто дал напоследок. Сюда уже летел вроде бы кто-то на подсейф, но поздно. В это время на топе. Погибает Врейс Кинг. Хорошо. Врейс Кинг уже второй раз отправляется в таверну. Но на линии у него счет 4-2. Хотя снайпер его довольно серьезно уже перефармливает. По Нетворцу, если обратить внимание, снайпер уже 3-100 имеет. На руках на шрайн. Сбегаются игроки команды Эго Бойс. Сейчас отопьются и вернутся обратно на линию. Снайпер пока что на линии 1. Здесь опять борьба за этих нейтральных крипов. Шестого левела снайпера пока что нет. Шестого левела также нет все еще в Врейс Кинге. Но ПТ-шки есть у обоих. Так, ну и внизу. Марс продолжает фармить. Несмотря на то, что он один раз погибал. Это не критично для него. Он продолжает защищать свою башню здесь. Башня пока что не динайбл. Немножко не хватает ПХП, чтобы задинайть ее. Ну и мы видим, что здесь опять возможно будет попытка выйти на Марса. Под Вейл его забрать. Вейл накинули. Заряд Рейнгроба выбили. Но в этот раз гораздо сложнее. Марс еще живет. Два сейф ТП. Марс выживает в итоге. Погибает от арены Марса Лина. Зачем побежала непонятно. И в итоге ТП были ли явно лишние, наверное. Может быть не помогать. Да, в этот раз Марс был фуловый и не хватило урона у команды СЖИ Спорт, чтобы сделать фраг. Мы видим, что с верхней линии смещаются потихоньку саппорты. Видимо понимают, что снайпер уже как бы будет доставлять проблем. И возможно стоит попытать счастье на других линиях. Мы видим, что аппарат пришел в мид на помощь Брудмазер. Вниз отправляется у нас опять же Лина вместе с Энкингом. Аппарат тоже сюда перетягивается. Шестого левела пока что нет. Но уже Найс Бласт в идеале неплохо зашел бы. Ну и сейчас все еще хотят забрать этот Т1, я так понимаю, СЖИ Спортс. Ставится пауза. Заметьте, опять. Опять. Со стороны Дайер. Я ни на что, конечно, не намекаю. Но мне кажется, только со стороны Дайер какие-то проблемы бывают. С соединением и так далее. Ладно, подождем. Снайпер уже практически с Момом. Есть у него Морбит Маска. Остался только Кватер Став. Что у Эмбера? У Эмбера пока не густо. Дофармливают себе барабаны. Брудмазер мы видим, что все ушла в леса. Имеется медалька. И здесь фарм у нее тоже все в этом плане хорошо. Фарм идет своим чередом. Вопрос только в том, заберет ли Тауэр внизу сейчас СЖИ Спортс. Потому что, я так понимаю, очень-очень хотят его забрать. Шестого левела не хватает. Линия. Чтобы появилась ультимативная. Ну и вот, пауза наконец-то отжимается. Что там у Рейс Кинга? В Рейс Кинг будет через Медасик играть в этой игре. Марс. Может быть в опасности. Поставили Сентри. Ой-ой-ой. Обсервер поставили и видели. Это прекрасно сейчас СЖИ. Должны снимать чужой опс. Или нет? Да. Снимаем. Свеженький вард работает. Это позволяет заработать до бенежку. Энштопарыш. Так. Прятали Рейс Кинга. В Рейс Кинг. Заряжается ультимативная в него. Он с реинкарнацией должен быть. Хорошо. Первая смерть. А вторую? Как выбить вопрос? Непонятно. В любом случае неприятно. Вот так вот погибается. Первая реинкарнация. 200 секунд кулдаун. Это очень много. В миде. Грудмазер. Прожимает ультимей. Но здесь Элдор Титан. Эхо Стомп. Неплохо. Флэнгвард. Фисты пошли. Господи. Бесконечные фисты куда-то утащили Эмбера. Но. В итоге Брадмазер живет. Забрать не удалось. Марс. По-прежнему. Держит оборону внизу. Не дает. Вражи не подкрасться к этому Тавру. Тавр уже 177 хп. Так. Еще один. Еще один. Коудфит. Прожали гли фортификации. Хорошо. Марс, знаете, прям реально. 300 спартанцев. 300 спартанцев в прямом эфире. Но все-таки Тавр пал. Увы. Увы. Ах. Не удалось задинаить. Ну да ладно. Так, снайпер почти дофармил Масков Мэднес. Брадмазер продолжает фармить диффуза. Вот диффуза, кстати, станут неприятной новостью для команды Эггобойс. Так, в чужой лес в смоках отправляется SGA Sports. Могут найти Марса. Марс далеко. Нам Марса не подцепить. Но есть фраг повкуснее. Например, мистер Эмбер Спирит, который находится в миде и ничего не подозревает. Его подкопали, ВЛ накинули, а из базы летает. Лепесты. Но нет, никуда ты не денешься. И это еще один фраг в копилку команды SGA. Хорошая воска. Правда, в это время погибает Брэйс Кинг на топе. Реинкарнация, понятное дело, все еще не откатила. И его забирают. Мид есть перетяжка, будет драк. Имеется арена в наличии. Пошла ультимативная Брадмазер. Так, вгрызается в Шаттл Демона. Шаттл Демона пока что без маны. Его подкопали. Успеет ли себя спрятать? Да, только спрятал не себя. И он погибает. Это мог бы попробовать пожить. Хотя неважно. Главное, что Брэйс Кинг забирают на развороте. Сэн Кинг здесь пока что в песочке. Очень битая Лина. Пытается убежать отсюда. Но здесь Эмбер уже. Эмбер возвращается. Лину забирают. Аппарата тоже заберут, скорее всего. Это уже в сумме минус 3 от команды Габойс. Погоня продолжается за Сэн Кингом. Но он тут всех обманул. Спрятался. И стов нет. Стов нет. И урона не хватает, чтобы пробить Сэн Кинга. И Сэн Кинг просто делает тэп-аут. Ну что ж, в итоге сравнялись. Даже вырвались вперед немножко у нас игроки команды Габойс. Рейс Кинг уже с Мидасиком. Дальше что? Рэддинс? По стандарту играем? Или нет? Или что-то новенькое? Баркажер. Он на... Хотя сегодня мы видели и с Армлетом в Рейс Кинге. Вполне себе неплохо. Но все-таки будет Рэддинс. Рэддинс тоже неплох. Так скажем, проверенная стратегия. Да, Мом уже дофармился без Снайпер. Дальше будет уфармливать Молнии. Майлштром. А там появился замечательный артефакт под названием Блинк Даггер. У Сэн Кинга. А это значит, что можно пойти навязать Драку. Что, собственно, и делают. Отрываются на Эмбера. Ну, Эмбер сэвится. В этот раз Шаду Демон. Пошел Айз Бласт. Эмбер примерзает. Снайпер в это время расстреливает. Брудмазер нужно забрать. Брудмазер погибает. Погибает также Эмбер. Один в один размен. Арена пошла от Марса. Правда, Марс сам погиб. Тут застрял в арене немножко, что Парейшн. Некому нанести урона. Есть эхэстом. Аппарата подстопили. Снайпер только сейчас набегает. Есть... Изерапшин. И, похоже, аппарат погибнет. Да, там два стака яда. Лот будет хорошо. Мэтью подстанули. Подкопали. Неплохо. Мэтью погибает. Также на развороте Элдер Титан отправляется в таверну. И размен получился 2 в 3 в пользу команды G-Sports. И вот они уже ведут снова тысячу золотых. Так, Аппарат скинг тем временем карабкается по карьерной лестнице. И уже полторы тысячи голды у него на руках. И он занимает так-то ни много ни мало третью позицию в игре и вторую в команде. Да и скоро, я думаю, перегонит того же Сэн Кинга. О! Сэн Кинга? Вы просто вздумайтесь, Сэн Кинг настолько богат, что он сейчас лидирует по фарму в своей команде. Это просто жесть. У него уже почти готовый Юл. У него Блинк Даггер, Тапок, Вейл и почти Юл на 15-й минуте. Это просто жесть. Это очень много. У Снайпера тоже достаточно много уже. Но это всего лишь Снайпер. Достаточно сильно проседает Эмбер пока что по фарму. Хотя у него тоже молния не за горами. Он там подпушивает топ. Но это опять же из-за его смерти. Его два раза в миде забирали. И немножко откатило его по фарму. Так, внизу СЖ и Спортс нацелились на Т2. Но пока нацелились средствами только катапульты и ринжевых крипов. Тауэр пока что начинает падать. Есть Смоук. Хорошо. Могут, например, подловить сейчас Мэтью. Мэтью идет вперед. Сэн Кинг. Может подкопает? Ну да, чуть-чуть как-то долго соображал. Но все-таки забрали Мэтью. Мэтью погиб. Возможно просто в другую часть экрана смотрел. Привязали Лину. И Лина погибнет. Лина погибнет. Также отправляется в таверну. 1-1 размен. Снайпер продолжает фармить лес. Пока что денежки не тратит. 2 500 у него уже на руках. Мог бы себе прикупить какой-нибудь джавелинчик. Я не знаю. Так, это приятный артефакт, который, ну, худо-бедно ускоряет твой фарм. Либо же он сразу БКБ будет брать. Так, ну да ладно. Это все лирика. Диффуза там должны быть уже готовы, по идее. Для... Бродмазер, да. И дальше уже выход в БКБ. Попил брутка себе Митрилхаммер. До Блэкинг Бара осталось совсем немного. Внизу пропушивается линия. Ой-ой-ой, Мэтью опять подставляется. Элдер Титан что-то, по-моему, за себя и за Сашку видит в этой игре. Это уже его, получается, какая-то. Пятая смерть, да, в этой игре. Ну и все еще Тавр хотят забрать из G-Sports. Особо ничего не потратили на этого Мэтью. Айс Бласт сейчас откатит. И можно еще, ну, Драку навязать, как вариант. Так. Могут ворваться на Шадоу Демона. Шадоу Демон накидывает здесь Шадоу Пойзон. Дракен идет вперед. Не привязал вот эту Маслину. Неудачно ворвался. А в это время Паучки... Да, не Паучки, прошу, точнее, нет, Работяги. Работяги в Рейс Кинга добирают в итоге Тауэр. Неплохо. Да, тут Брудмазер уже 15 левел. И продолжает дофармливать свой Блэкинг Бар. Внизу какая-то драка намечается. Вейл накинули, и ему могут забрать. Сбить БТП. Спрятали, хорошо, ТП. Сбили. Это будет минус лин. Я закончена. Это минус лин. Снайпер уже с молниями. Продолжает фармить свой Блэкинг Вар. Счет сравнялся. 14-14. В принципе, все довольно ровненько. Есть такие минорные вылазки. Знаете, попытка ужалить друг друга. Подраться. Но глобально ничего не меняется. Все продолжают фармить. Самое главное, наверное, то, что сейчас Брэскинг оформил свой Рэдианс, который ему уже летит в Курьере. И это ускорит его. Ой, не угадал немножко. Марс с направлением своего копья. Мог бы поцепить Сен Кинга. Ну и дальше Блинк Даггер. Хочет быть контактным бойцом. Есть перетяжка, кстати, от Врэскинга вниз. И, возможно, ответная драка какая-то будет от команды SGE Sports. Баунтируны. Самое лучшее время, чтобы подраться. Пошел Врэскинг вперед. Его пригласили. Ой, немножко не менее. Скоординировали свои действия. Сейчас игроки команды Эгобойс. Есть эпицентр. Неплохо врывается Сен Кинг. В это время погибает Edge Operation. Выбили реинкарнацию. Драка разделилась на несколько частей. Арена от Марса пошла. Но пока в эту арену никто не бьет. Марс дает копье. Неплохое. Погибает должен Сен Кинг. Сен Кинг погибает. Сплитер залетает от Эрспирита. Лагуна Блейд. Лина. Не хватает урона, чтобы пробить с этой лагуны. Убегает отсюда. Очень битый в Рейс Кинг. Заряжается ультимативная снайпера. Хватит ли урона? Урона хватает, потому что врывается Дракен. И погибает после реинкарнации еще и в Рейс Кинг. В итоге, что у нас получается? Минус 3. Плюс сделанный байбэк. От Inchtoperation. Да, если не ошибаюсь. И никого не потеряли у нас Эгобойс. Ну и отлично подрались. В это время здесь еще и забирают аппарата. После байбэка, между прочим. Который, я так понимаю, контролил там баунтируны. Он, кстати, законтролил. Да, он законтролил. Своей жизнью, но все же. Ну и на этом все. Преимущество 1000 золотых в ЗСЖ. Это ничто, учитывая, что до этого они вели 4000. И можно сказать, что камбэкают обратно у нас Эгобойс. В бою экономики. На топе. Что-то интересное задумали Эгобойс. Неужели нападение на сын Кинга? Да нет, не думаю. Бред какой-то. Так, что там у Эмбера? У Эмбера молнии есть. Имеется Митрилхаммер. Митрилхаммер тоже хочет себе Блэкинг Бар дофармить. БКБшка на подходе также для Брейс Кинга. И что у Марса? У Марса тоже почти БКБ. И у Снайпера уже БКБ. И дальше будет Мьелнер. Да, Снайпер пока что раздает, конечно, очень хорошо. Но в драках. И добраться до него крайне сложно. Он очень далеко стоит. Грамот. Рядом с тиммейтами. Его, если что, сейвят всегда. Рунную иллюзию своровал Эмбер. Идут работяги. Снайпер с ними разбирается. Конечно, за работяг что-то немножко маловато дает попить голды. Я бы по 10 давал. Ну, их два раза надо выбирать. Двойная работа. Все дела. Так, СЖ. Разбили смок. Идут вперед. Здесь Мэтью. Есть смок. И сразу же спалили этот смок. Пошел Айс Бласс. Подкопали Шадо Демона. Шадо Демон точно минус. Контролит в это время Снайпера. Снайпера будет сложно спасти. Он делает ТП. Он делает ТП. Сквозь БКБ урона и контроля нет никакого. Поэтому понимаешь, что можно улетать. В итоге только одним Шадо Демоном довольствуются сейчас игроки команды СЖИ Спортс. Это в принципе устраивает команду Эггобойс. Снайпер уже внизу. Ему что там летит? Рецепт на Мьелнер. Это летает ему. Выфармливают пока что чужой лес игроки команды СЖИ. Ну а Эггобойс пока что играют от дефа больше, нежели от агрессии какой-то. Есть скан. Прекрасно знают Эггобойс, к ней находится СЖИ. Еще и Спирит забегает на разведку. Прогоняет Сенкинга. Но СЖИ хотят подраться. Реинкарнация откатила. Появилась БКБшка также для Брандмазер. Будет Аганим. Но, если честно, если честно, последний Брандмазер, который я видел с Аганимом, проиграла. В салат просто игру. Конечно, огромное количество сеточек по всей карте. Это, конечно, круто. Но есть много и других полезных артефактов. Не знаю. По-моему, это была Брандмазер от Матумба Мэна, если не ошибаюсь. Но я могу ошибаться. Но, по-моему... Ладно. Так, ладно, успокоилась игра. А, 25-я минута, баунти руны. Баунти руны внизу. Две должны забрать СЖ. Две сверху должны законтролить, по идее, Эго Бойс. Расставляется Вижн. Есть ТП. Видит Элдор Титана, по идее. Элдор Титан также видит Сен Кинга здесь. Пошел вперед спиритом своим. Сюда подтягивается Эмбер. Если драка начнется, она будет не в полном составе. Марс! Марс подставляется и все вкастовывает в Марса и забирает его. Марс погибает. Спритер в итоге залетает никуда. Выходит Шадоу Демон. Попытка забрать у нас Раскинга, но там есть Реинкарнация. Стирает в итоге Лину. Лина погибает. Сюда приходит Брандмазер. Погода продолжается от Сен Кинга. Забирают Шадоу Демона. Шадоу Демон погиб. Реинкарнацию выбили. ВКБ прожимает Снайпер. Брандмазер также в ультимейте. Ед Дракена. Дракен очень больно. Он остается без маны. Диффуза работает очень хорошо. У Дракена проблемы. Залетает по нему Стан. Дракен тоже погибнет. Скорее всего, это еще один минус. От команды SG Sports. Отлично. В итоге получается минус 3. Забрали еще и Кора. Что вдвойне приятно. Никто особо важно не погиб у SG. Выбили только Реинкарнацию. И можно идти пуши дальше. Забирать Т2 по нижней линии. Тавра они заберут достаточно быстро. Тут и Пауки, тут и Работяги, тут и Капунта. Да. Строение, конечно, просто горит на глазах. Но самое страшное для команды Ego Boys это то, что там нет байбека. Байбека-то нет. И что делать, непонятно. Ладно. До High Ground Days же не дошли. Не торопят события. Блинкдаггера нужно дождаться для Врейс Кинга. БКБ у него есть. БКБ свежее. Все еще не прожимал. Мы видим, что Лина уже на топе. Отпушивает линию. Да. Ну и снайпер в пустоту, в холостую прожал последний раз БКБшку. Снайпер будет дальше себе после Мьелнера сразу же брать бабочку. Ответный смог от команды Ego Boys. Могут вполне себе подраться. Сюда присоединился к тусовке Эмбер. И вот они уже в пятером около Рошана. Проверяют на всякий случай спиритом. Не бьет никто Рошана. Рошана никто не бьет. И могут сейчас найти, например, Сэн Кинга. Но Сэн Кинга не так-то просто взять. Вот он, долгожданный Аганим для Брунмазер. Ну, начинается свистопляск. 19 зарядов паутины. Здорово. Ему в спид 600. Как вам такое? Так, ну ладно. Начинается Великая Рошана Стояние, судя по всему. Но другого названия у меня нет. Потому что происходит на экранах. Или Великая Фармёшка. Вкоров с обеих сторон. Я не знаю даже, как назвать. Ну, БК... Господи, БКБ есть. У Рейс Кинга нужен Блинк Даггер. Без Блинк Даггера тут будет сложно. Обрываться в замес. Потому что слишком много всего в наличии у команды Эго Бойс. То, что может тебя остановить. Конечно, БКБ частично... Не частично, но в полной мере практически это всё решает. Но урона физического тоже много от того же снайпера. А до снайпера нужно как-то добираться. Так. В это время смог атака. Очередная. Возможно, от команды G-Sports. Сен Кинг идёт вперёд. Могут подцепить кого-нибудь. Сен Кинг. Будет ли врываться? Сен Кинг. Подкопали снайпера. Снайпера очень хотят забрать. Но его сейвит Шадо Демон и сбивает. В это время арена от Марса неплохая. Стирает аппарат. Аппарат не даст свой ультимейт. Сен Кинг расставался, но погибает. Поздно. Эпицентр работает. Пытаются снайпера съесть. Снайпера съедают. Съедают. Также здесь ещё Элдер Титана. Два байбэкер. Шадо Демон вернётся обратно. Здесь также троих забрали у команды G-Sports. Снайпер тоже делает байбэк. Пригладили в Рейс Кинг. В Рейс Кинг серии инкарнации. Всё нормально. Его продолжают избивать. Удар щита в Рейс Кинг откидывается как может. И это только минус первая жизнь. Но нужно забрать второй. Второй, скорее всего, заберут. Потому что никого рядом с ним. Этот нет. И ценой трёх байбэков игроки из команды Ego Boys, конечно, делают минус четыре. Но, опять же, это три байбэка. Но нужно идти и окупать эти байбэки. Конечно же, нужно забрать Рошар. Потому что иначе они будут зазрены. На радость, наверное, команды Ego Boys это то, что байбэков у команды G-Sports нет. Но в это время брутка подсуетилась внизу и уже почти забрала Т-3. Тоже приятно. Плайм Тавра нет. Нет тренд протектора, который делает всё отхиляет. Рошана в итоге не забрали. Там потому что пауки напрягают. А тут уже Enchit Operation. Cold Feet. Вортекс. Снайпер просто отстреливает паучков. Сюда перетянулся Брутмазер. Сюда уже пришла Лина. И как бы, вроде бы, вы сделали три байбэка. Хотели по-быстренькому забрать Рошана. Но, как говорят на профессиональном рэп-баттле, знаете... Ха! Тебе! Вот. Говорят ребята из команды G-Sports. Вот такой вот. И в итоге Рошана не забрали. За него, конечно, продолжают бороться. Ну, только сейчас со второго захода в смоках как-то Рошан упал. Да, а Иггис забирает спеть имада. Ну и тридцатая минута. Сюда же МКБ. Или в Рейс Кингу. Так, смог атака. Может быть, хороший. Видит Мэтью. Надо подкапывать. Мэтью подкопали. Есть стан. Мэтью начинает избивать. Но тут массовые БКБшки. Мэтью очень больно. Мэтью может погибнуть. Успевает. Дать сплиттер. Хорошо его засейвил Шадоу Демон. И Мэтью все еще живет. В это время очень битый Сэн Кинг. Убегает из драки. Погоня продолжается за снайпером. Выбили первую жизнь из Рейс Кинга. Брудмазер просто грязет Райзена сейчас. Но Брудмазер тоже больно. Ее привязали. Брудмазер может погибнуть. Брудмазер погибает. Да, Брудмазер отправляется в таверну. Отлично. Это первые минусы. Не последние, скорее всего. Привязали еще и Энштопорейшна. Также его забрали. Мэтью все-таки погиб. 2-2 размен. Но Брудмазер потеряли. Потеряли всего лишь 2-х саппортов. Игроки команды Эго Бойс. Очень хорошая для них драка. И как же приятно наблюдать, как Марс щелкает этих пулчат просто с одного щита. Всю огромную пачку. Да, снайпер, конечно, там расстрелял всех. И очень грамотно действовал Эмбер. Закончилась БКБшка у Брудмазера. Ее просто привязали чинсами. И снайпер говорит. Постой, подруга, здесь. Сейчас я разряжу тебя. Ра-та-та-та-та-та. Но, несмотря на все это, все еще 10 тысяч преимущества за команду SGA Sports. То есть, по экономике все у них замечательно. Очень много паутинки по всей карте. Но это, опять же, Агоним, на Брудмазер. Позволяет ей так вот играть. Изолятор скоро появится также для Эмбера. Вот, он уже готов. Тоже крайне популярный билд. Последнего времени. В принципе, каких-то инноваций в целом на этом регионе мы не видим. Так, ну что, вниз отправляется Эггабойс. Будут выходить на Т1. И Т1 быстро. Должен падать, по идее. Но есть одно но. Сюда перетягиваются SGA Sports. С полным составом. Не хватает Элдер Титана. А кого это тут нашли? Здравствуйте, Сен Кинг. Что, хотели подкопать нам в спину? Нет? Не сегодня. Хорошая привязка по двоим. Арена от Марса сразу же ставится. Прожимаются БКБшки. Попытка зафоксить Лину. Отлично. Лина погибает. Избивает снайпера. Снайпера больно. Но снайпер с Аегисом. Выбили Аегис. Дальше что? Айс Пласс залетает. Снайпера нужно спасать. Он сейчас появляется. Его хотят забрать второй раз. Снайпер прожал БКБ. Убегает отсюда. Хорошая Хастом. По двоим залетает от Мэтью. И начинают погибать коры. Команда SGA Sports. Погоня продолжается за Энштопорейшном. Он погибнет. Тоже отправится в таверну. В Рейс Кинга нужно забрать второй раз. Да, его заберут. Это будет Ти-вайп от команды. Эго Бойс в размен на 1 Аегис. Аегис. Отличная драка. И можно идти забирать всю линейку таверов на этой линии. Ох-ох-ох. Как же сейчас нафидели. Ну там практически не было урона ни от кого. Бруда не нанесла ничего. Забрали Сен Кинга сразу. Рассекретили его там в лесу. Поэтому драка провальна была. Да, Сен Кинга здесь явно не хватило. И мы видим, как все преимущество, которое было наиграно, команда SGA Sports тает буквально на глазах. И остается всего лишь 3000 золотых. А ребята из Эго Бойс уже заходят на хайграунд. А там нет байбеков. Прожали глифортификации. Да, Брунд Мазер может сделать байбек. Но в Рейс Кинга-то не будет. Да, это минус сторона. Скорее всего. Есть колдфит. Марс с арены, но не хватает маны. Ой-ой-ой-ой. Врываются на Сен Кинга. Сен Кинга там зонит просто подальше, чтобы он не мешал. Чтобы просто не мешал ломать в сторону. Сторону сейчас почти доломали. А Эгиса в этот раз нет. Привязка по двоим. Айс Бласт. Очень опасный момент. Снайпер просто прожимает БКБ и начинает расстреливать. И Сен Кинг, по-моему, билет в один конец для него. Сен Кинг должен погибать. Пригвозили к Бараку его. Да, и Сен Кинг отправляется в таверну. Без байбека. Забрали Барак. Можно отступить. Ни в коем случае не надо торопиться. Все преимущество отыграли Эго Бойс. Теперь можно еще и шрайны поломать. Внизу там две баунти руны ждет. Плюс дабл дэмэдж. Тоже все замечательно в этом плане. Торопиться ни в коем случае не надо. Так, бабочка есть. Ну да, как я предполагал, сразу же уже планируется покупка МКБ для Бардмаза. Потому что снайпера нужно будет как-то пробивать. Ну и Кирасу себе далее планируют приобрести в Рейс Кинг. Тоже крайне необходимый артефакт на команду. Так, ну что, дэдэ? Снайпера дадут. Мистер Снипер уже бежит. Спотыкается. В боттл положил. Все, хорошо. До лучших времен. Пика также скоро появится у него же. Пика тоже крайне полезный артефакт для него, чтобы выживать. Так, ну Брудмазер практически дофармила себе МКБ. Но есть одно но. Байбэк это не будет. И нужно на такой стадии игры все-таки байбэк придержать. Потому что какой-нибудь шальной эхо стомп. Не знаю. Закончится БКБ. Снайпер тебя под дэдзе расстреляет. И все. Вам просто все снесут. Правда, можно то же самое сказать еще про команду Эжи Спорт. Потому что они также могут пушить неплохо. Но проблема в том, что поджимают к базе их. Брудмазер начинает как раз таки тем самым сплетушем заниматься по линии. И к ней в гости уже идет гэнг-отряд. Правда, там еще и пачку пауков забирают. Жалко, у нас нет статистики по паучкам. По фиду. Хотя на самом деле, вот, брать по опыту сегодняшних матчей тех же СНГ, не сказать, что много сейчас за этих пауков все-таки. Не так, как раньше. Так, ну а в это время СНК также продолжает сплитпушить. Также заставляет стягиваться обратно сюда игроков команды Эггобойс. Травела блага имеются. Поэтому вернуться обратно не проблема. На реминант какой-нибудь и так далее. Так, ну что, ждем появления, я так понимаю, очередного Рошена. Через 40 секунд закончится основной таймер. Там будет видно, через сколько будет следующий Рош. Это уже сырный путь. Работяги идут на завод работать. Работу. Огромная армия и пауков, и работяг. И по этому всему проезжается Астрал Спирит. Я хочу посмотреть, сколько урона сейчас вернется. Обратно Элдер Титану. Ну, просто плюс 450 как бы. Неплохо. В сумме 550. Потому что соточка своего есть. Так, у нас тут что-то происходит. У нас врыв на Райзена. Райзена могут добрать. Да, он не успевает себя спрятать в дизрабшин. Ебать. Марса еще контролит. Есть стан. Айсбласт залетает. Лагуна. Ну, Марсу вообще плевать. Лагуна ему в лицо залетела. И что-то он как-то такой... Че? Че это было такое? Непонятно. Непонятно. В итоге отступают. СДЖ Спортс. Довольствуется только байбэком Шадоу Демона, который вернулся обратно. А там Рошан-то, кстати, уже появился. Таймер очень маленький прокнул. Его могут довольно быстро забрать. Я думаю, и заберут. Попутно заберут, правда, еще и Шрайн. Скорее всего, чтобы в плане позиционки проще было на Рошане. Чтобы никто внезапно не прилетел. Да, и попутно отпушивают линию, сразу же, которую здесь толкал Цинккинг. Так, ну что, самое время заходить на Рошана. Прямо сейчас. Там еще и появится... Ледмир скоро на команду от Элдер Титана. Ого-го. Цинкана подходит для Эмбера. Снайпер дофармил себе Пику. Нужен еще 25-й левел. Купил себе Муншард. Ох. Просто, смотрите. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. 25-й нужен. Так, ну что. Контестит Рошана пока что Эго Бойз. Ну как контестят? Должны контестить по идее из G-Sports. Но они сплитпушат просто. Заставляя команду Эго Бойз бояться заходить на Рошана в Рошане. Возвращаться обратно на свою базу на линии, чтобы это все дело отпушивать. Ну а сами Эго Бойз не торопятся идти на Рошана. Тут пока что пауки бегают по паутине, дают разведку. Что, Рошана никто пока что не бьет. Теперь заходит Спирит. Заходит сюда у нас Марс. С одного щита забирает всю пачку крипов в Бурдмазер. Ну, я про пауков, конечно. Где-то Курьера потеряли из G-Sports. Немножко проморгал этот момент. Прошу меня понять и простить. Но, да ладно. Не суть важна сейчас. Важно то, что у нас начинается великое Рошана-стояние. И 40 минут игры уже прошло. Все еще преимущество за командой G-Sports. Но что-то снайпер, который 27к на Творце имеет, меня пугает. Если его быстро не выключать в драке, он может разнести всю команду. Взял себе 25 левел. Взял талант на радиус атаки. Так, пауки. Забегают на снайпера. Снайпер их расстреливает. Хорошо. Марс пока что на обороне, если что. Рошан продолжает падать. Сюда бы Эмбера какого-нибудь, который повесить мог бы дебаф в виде минус-армора из изолятора. Да, вот под минус-армором лучше. Так, у Марса проблемы. Марса могут забрать. Нет, на Марса не стали врываться. Зато стали врываться на Shadow Demon. Shadow Demon прячет нужно себя. Shadow Demon мансит. Его подталкивают. Хорошо. В это время БКБ прожимает Брудмазер. Но все уже далеко. Shadow Demon. Нет, не успевает себя спрятать. Он погибает. После байбека выбили первую жизнь из Брэйс Кинга. В это время продолжается погоня за сын Кингом. Он очень битый. Сблиттер вообще куда-то далеко залетает. Ice Blast погибает второй раз в Брэйс Кинг. И это проблема для команды G-Sports. Выбили линку. В это время расстреливает Брудмазер. Снайпер. Брудмазер погибает. Имеется байбек. Погоня продолжается за Сэнд Кингом. И Сэнд Кинг тоже, скорее всего, отправится в таверну. Должен отправляться. Байбек делает Брудмазер. Очень битый здесь Дракен. Но Дракен живет на развороте. Еще пытался подцепить как-то Энштапарэшна. Но не удалось этого сделать. Но отличная драка. Очередная от команды. Ой-ой-ой-ой. Какое фиаско, братан. Погибает Энштапарэшна. Все-таки подставляется под врыв от Марса. И Рошан падает. Еще два байбека. Но тут еще буквально пара ударов. И Рошан упадет. Да, Сыроегис теперь. И можно отступать, наверное, игрокам команды G-Sports. Потому что еще минуты не будет, как минимум... Минуту не будет в Рейс Кинга. А без него драться вообще не стоит. Ну и все. Снайпер. Бешеная машина для убийства. Расстреливать всю вашу команду, как я и говорил. Там еще и Скади дальше будет. Поэтому до этого артефакта совсем немного. Он стоит очень далеко. До него добраться крайне сложно. Опять же, у него есть тиммейты, которые всегда страхуют, сейвят. Да и сам он сейвил в последней драке шаду демона неплохо. Да, стратегия, казалось бы, неплохая. Но не стратегия, а задумка. Ворваться и быстренько вырубить шаду демона. Но, увы, не приносит она тех плодов. Опять же, он всегда может помансить за счет своего дизрапшена, спрятать себя. Вытратить на него все время. БКБшки крайне ценные. А в это время Эмбер и снайпер расстреливают всю вашу команду. Да, вот он с Кади уже готов. И... По верхней линии отправляются Эггобойс. Тут все еще Т2 стоит, которые неплохо было бы забрать. Ну и на хайграунд. Сыра Егис есть. Можно спокойно идти его разменивать. Брудмазер здесь, конечно. Аганим появляется у Лины тоже. Но это слабое утешение там. Прожимается Блэдмэйл. Ой-ой-ой, хорошее копье залетает. Но вот просто посмотрите. Это просто стационарный пулемет сейчас за миллион рейнджа стоит. И расстреливает в обстроении. Там в спину опять заходит Сенкинг. Обрывается на снайпера. Снайпера могут стереть. Его спрятали в последний момент. Дизрапшен, но снайпер погибает. Выбили Аегис. Хорошо, но это только Аегис. Нужно забирать его второй раз. В это время погибает Шадо Демон. Поставился арена. Неплохая эпицентра. Раскатовывает Сенкинг. Просто один на хайграунде стоит. Его с двух сторон грызут. И у снайпера проблемы. Он погибает. После Аегиса. Сейчас съедают еще и Марса. Марс тоже отправляется в таверну. Эмбер сделал байбэк, но по-моему зря. Нужно убегать. Мэтью тоже уходит отсюда. В итоге какой-то провал от команды Эго Бойс при попытке зайти на хайграунд. Вроде бы все было для того, чтобы просто стоять АФК и ломать строение. Но нет. Сенкинг там подкрался незаметно в спину. Ворвался. Брутка ворвалась, которая буквально с парой укусов съела этого снайпера. Потому что снайпер довольно хилен. Хилен. И еще. Несмотря на свое 2600 хп. Вот. Ну и ответный сплитпуш сейчас от команды SG Еспортс. Самое печальное в том... Самая печаль в том для команды Эго Бойс сейчас то, что снайпер-то не будет еще 78 секунд. А пуш потенциал у оппонента бешеный. Делает Марс байбэк. Эмберу нельзя погибать, потому что он тоже делал байбэк. Сплиттер неплохой залетает. Могут выбить реинкарнацию. Но пресс-кинга это не останавливает вместе с Друнмазер. В любом случае падают бараки по миду. Выбили реинкарнацию. Очень больно Брутке. Брутка погибает. 125 секунд без нее. Все. Нужно бежать. Нужно бежать. Теперь SG Спортс дальше точно не пойдут. Задефули свою сторону Эго Бойс. Но SG Спортс недалеко ушли. Они хотят подраться. Там сейчас откатит эпицентр. Имеется айс-бласт. Реинкарнация тоже 20 секунд. Лина тоже готова заряжать свою лагуну в кого-нибудь. Но затаились. В миде. В миде. Есть врыв. Немножко не вовремя. В Рейс Кинг перепрыгивает. Хотят забрать побыстрее Мэтью. Мэтью затолкали очень далеко на хайграунд. Забегает Эмбер. Хочет кого-нибудь привязать. Нет, не стал. Есть эхо стомп. Хорошо. А продолжение будет? Ну там откатилась реинкарнация уже. Поэтому... Ну смысла большого нет. Ну выбежь ты его. Отступят. Они переждут пока кулдаун. В Рейс Кинг улетает. Лина здесь похоже себя продает. Судя по всему. Да. Лина себя просто продает ради того, чтобы команда ушла. Сэн Кинг перетягивается вниз. Да, и страсти продолжают накаляться. Все еще не ясно, кто победит в этой игре. Нет половины нижней линии у команды SG Sports. Нет Т3 по миду у команды Ego Boys. Сыр Аегис был потрачен. Теперь, я так понимаю, ждем появления следующего Рошана. Байбэк от Лины. Хорошо. Нужно 30 секунд как-то жить до появления Брундмаза. Эмберу погибать нельзя. Давайте сделаем даже вот так. Состояние выкупа. И мы понимаем, что у Эмбера еще таймер 5 минут. И вообще никому нельзя погибать из команды SG Sports. Потому что байбэков-то нет. Знайпер. Расстреливает в Рейс Кинга. В Рейс Кинг. Приквозили его. В Рейс Кингу. Очень больно. В Рейс Кинг может погибнуть. В Рейс Кинг живет. В Рейс Кинг живет. Отлично. Но вопрос только в том, долго ли будет жить у нас Тавра. А это иллюзии, господи. Это просто небольшая армия пулеметчиков. Знаете, пулеметный расчет. Ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Просто почти за... Расстреляли Т3. Т3 упадет. Да. Удар. Т3. Т3 забрать. Ну, Т3. Да ладно. Один хп. Так, ну хорошо. Смог вылазка. Видит В Рейс Кинга. Но его реинкарнация. Врываться на него не хотят. Но все-таки врываются. Приглазили. Начинает расстреливать. В Рейс Кинг. Очень больно. Атака останавливается. Ультимейта Снайпера. В Рейс Кинг живет. Еще первую жизнь даже не выбили. Выбили сейчас. Брудмазер бежит. Брудмазер в спину бежит. Есть эпицентр. В Рейс Кинг. Там дерется до конца. Прожимает БКБ. Брудмазер за Снайпером. Но Снайпера выталкивает себя подальше. Брудмазер живет. Но недолго жила Брудмазер. Брудмазер погибает. Арена в это время ставится от Марса. Правда, Марс погиб. Арена, которая отрезает путь к атаке команде SG Sports. Брудмазер всю дорогу бежал за этим Снайпером. Но Снайпер просто вжался. И расстрелял ее в упор. Интересно, взял ли он себе талант. Знаете, кто играет в Path of Exile. Что-то у меня все. Поплава небольшая под вечером. Прошу меня простить. Там есть замечательный талант такой. Называется стрельба в упор. Он тебе дает 50% дэмэджа в упоре. Примерно то же самое сделал сейчас еще и Снайпер. Так. Там дальше будет, я так понимаю, Shadow Blade. Аганим появляется для Эмбера. Смог вылазка от команды SG Sports. Так. Мэтью видит. Мэтью. Здравствуйте. До свидания, скорее всего. Мэтью погибнет. А в это время Снайпер? Нет. Урона недостаточно. Урона недостаточно. Могут Райзена забрать. Вы являли бы Снайпера подцепить. Снайперу нужно текать. Снайперу нужно текать. Райзена уже не спасти. С-бласт. Подкопали. У Снайпера проблемы. Байбека 2 делают. Снайпер прожимает БКБ и просто делает тэп-аут. Хорошо. Гем лежит. Гем можно подконтролить. Что, неужели никому не нужен гем? Нет. Все-таки Лина забирает. Да, очень напряженная у нас последняя игра сегодняшнего дня. Но, опять же, повторюсь. Эта победа в этой карте нужна только команде Эго Бойса. Для команды SG Sports эта игра уже ничегошеньки не решает. Но видно, видно, как ребята из команды SG борются до конца и не хотят вот так вот просто отдавать проходочку команде Эко Бойс вперед. Дальше в стадию плей-офф. Так, ну что, тем временем почти третий Рошан появился уже. Там очень быстро таймер откатывает, да, там полторы минуты времени. Ждать это не так уж и много. Что там дальше по артефактам? Сыр, кстати, все еще есть у Элдер Титана. Снайпер уже скоро подойдет к своему, наверное, капу артефактов. Можно будет съесть Моншард, вместо него взять Шадо Блейд. Потом, возможно, какой-нибудь Сильвер Эйдж. Условно. Шадо Блейд появляется также для Лины. Так, Брудмазер дофармливает себе также бабочку, что у Врейс Кинга будет Абиссал Блейд. Понимаю, начнет с Башера. Эмбер также мы видели Аганим. 3000 на руках, будет дофармливать Мьелнер. Да, Мьелнер у него тоже все еще нет. Сэн Кинг пока что только с Аганимом. Из такого интересного, 3700 на руках, денежки не тратит. Мы видим, что байбеки потихоньку капают. А байбеков в этот раз нет у команды Габойс. Им погибать нельзя. Снайпер просто машина. Просто машина расстреливает пауков, работяк. Всех подряд. Так, ну что, Рошан появ... Так, я надеюсь, что это было не только у меня, да? Пролаг был, судя по всему. Или что это было такое? Так, ну вроде дропов нет, так что все должно быть хорошо. Сори, если что, напишите. Так, 6000 остается преимущество. Рошан появился. И что в нем? В нем рефрешер лежит. Но в теории это могут быть два сплиттера. Либо же две арены от Марши, как вариант. Из такого, знаете, из очевидных вещей. Которые мне видятся. Могли бы быть два ультимейта от Шадоу Демона. Но там нет Аганима. С Аганимом еще ладно. Так, в Рейс Кинг Миде. Опять начинаются танцы с плясками вокруг Рошана. Так, ну и что? Момент истины когда-нибудь до настанет, я так понимаю. В Миде видит Марса. Возможно попробует ворваться на него. Но Марс уже довольно плотно. Но также с Керасой. И пробить его крайне проблематично. Чтобы, знаете, быстро стереть за пару ударов, за пару спылов. Караулит пока что паучки. Рошпит, там руна регенерации лежит. Ее никто не забирает. Внизу лежит руна Аркейн. За ней выехал вроде как Энштап Парэйшн. Есть у него, кстати, Аганим. Это важный момент. Оставляет Сен Кингу. Ох, но сейчас такой щекотливый момент. Никто не хочет первым нападать. Прекрасно понимает, что ошибиться шанс есть у тех и у других. Опять же, байбеки пока что не накапали. Для всех у команды Габойс. Там осталось 45 секунд еще для Лины. Но байбеки у всех SG Sports будут. А вот у Shadow Demon и у Elder Titan байбеки-то нет. Так, миди. Нападают на Марса. Попытка его забрать. В это время Снайпер не стреляет пока что. Брудмазер прыгает на Снайпера. Но ее начинает ратрелить. В это время арена от Марса очень хорошая. Заберут Лину, возможно. Тут забирают Shadow Demon. Shadow Demon без байбека. Продолжается драка. Начинает фокусить Снайпера. Снайпер улетел. А вот Эмбер успевает уйти. Также на Римнант забирают. Здесь все-таки Марса. Забирают Shadow Demon. Забрали Лину. Два в один размен. У Марса байбек имеется. У Мэтью проблемы могут быть. Нужно улетать отсюда. Да, успевает улететь. Хорошо. Хорошо. Два в один не критично. Играть все еще можно. Как же Бруда охотится за этим Снайпером. Это просто... Жесть. Жесть как она есть. Ну что, на Рошана. Отлично. Забегают у нас игроки команды G-Sports. Это в теории два Эпицентра. Это в теории два из Бласта с рефрешером. То есть вариантов много. Но Эпицентр, наверное, по профи не осталось. Так, Врейс Кинг идет вперед. Его откидывают. В это время расстреливают Сен Кинга. Сен Кинг поражал БКБ. Брудмазер БКБ прожимает за Снайпером. Снайпер толкает себя. Снайперу погибать нельзя. Снайпер! Снайпер может погибнуть. Да, он погибает. Делает байбай. Возвращается обратно. Есть арена от Марса. Фоксит Брудмазер. Брудмазер погибает. Но там агоним от Врейс Кинга. Вот это неприятно сейчас для ребят из команды Эго Бойс. Брудмазер погибает. У нее байбэк имеется. Тут драка продолжается. Эхо с Том по двоим. Байбэк от Брудмазер вернется обратно. Забирают. А Энштопа Рейшна выбивает из него Гем. Сен Кинг в позиции. Эпицентр все еще есть. Рошан все еще стоит. Борьба за него продолжается. Снайпер взвел байбэка. Я специально не убираю таблицу байбэков, чтобы вы смотрели на нее. Еще один байбэк от Энштопа Рейшна. Остается байбэк всего лишь у трех человек в этой игре. Пока что. Это Эмбер и Эврейс Кинг вместе с Сен Кингом. Баунти руны. Ну, тоже неплохо было бы подконтролить. Два гема по одному в каждый глаз для Элдер Титана. Чтобы увидеть второй уровень Сумрака. Так. Хекс. Ооо. Это сильно. Вот Хекс на такой стадии игры, когда БКБшечки уже там. Сколько у снайпера? Пяти секундные. У Марса тоже пять секунд. Как бы. У Эмбера тоже пять. Любой контроль реально может зарешать. Даже маленькая микросекунда стана, баша, чего угодно. Эм... Эм... В Эйс Кинг будет себе дальше собирать Муншард. Все-таки передумал себе приобретать, я так понимаю. Абисал Блейд он просто взял себе и купил Аганим. Эссенство Аганима. Да. Взял Муншард. Съедает его. Вообще Аганима в Эйс Кинге очень сильная штука. Особенно на командный замес. Так, Эйс Кинга видит. Но врываться на него смысла, наверное, большого нет. Первого, по крайней мере. Лучше выключить какую-нибудь Лину. Либо Энштопарейшена. В идеале. Дабл демош, кстати, у Дракена. Хорошо. В Эйс Кинга привязали. Ой-ой-ой-ой-ой. В Эйс Кинга расстреливают. Довольно больно. Сбили линку. Никто не хочет прыгать на Врейс Кинга. Энштопарейшен в Энвизе. Крадется в спину. Врейс Кинг может выбить и Ринкарнацию из него. Да, Ринкарнацию выбивают. Хорошо. Техника бесконтактного боя продолжается. Энштопарейшен занял позицию, чтобы хорошенько закинуть Айс Бласт. Сюда подтягивается также Сэн Кинг, чтобы раскастовать свой эпицентр. Врейс Кинг без Ринкарнации. Если уж дракой будет, то 25. 5 секунд у команды Эго Бойс имеется для того, чтобы Врейс Кинга убить. Но у него Аганим и у него есть байбэк. Как минимум. Ладно, ждем возвращения Марса. Какие-то проблемы, возможно, небольшие с соединением. Я пока гляну одним глазом, что у нас происходит там параллельно. И будет ли у нас тайбрейк. Так. У нас получается, что вне зависимости от результата Эго Бойс... А, нет, 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 нет. Все правильно. Эго Бойс сейчас нужно побеждать. Если мы хотим закончить сейчас без переигровок. Если Эго Бойс проигрывает, то им нужно будет играть тайбрейк с Тим Хэм. По идее. За четвертое место, чтобы узнать последнего участника стадии плей-офф. Так, ну что. Возвращается Марс обратно. Ждем, пока снимется пауза. Кстати, что у нас там на параллельном матче с командой Пейн? Пейн должна играть с Горилл Спрайт, по идее. Да, у них все еще матч идет. Ну что ж, наконец-то пауза отжимается. Нет, не отжимайте мне сегодня. Удачно я спародировал. Голос. Так. Так, ну... Окей, небольшая передышка есть у нас, у вас, у игроков, у всех. Можно покликать, конечно, артефакты. Но это, я думаю, не особо уже влияет. Стадия игры такая, что тут как бы особого чего-то новенького мы не увидим. Хекс реально крутая штука. Которая сейчас может действительно зарешать на Сен-Кинге, например. Ну и, наверное, в принципе, все. Так, ну я не понимаю, в чем проблема. Там вроде бы гоу-гоу и снова ставится пауза. Не могут игроки договориться. Отжимать паузу или не отжимать все-таки. Ох, ладно, подождем. Нам торопиться некуда. Вопрос только в том, есть ли куда торопиться игрокам. Потому что это важно. Так, ну... Теперь-то пауза точно отжимается. Отлично, отлично, отлично. Продолжается борьба за третьего Рошана. Тем временем карта уже перевалила почти за час. Веселье безудержное в регионе Южная Америка продолжается. Эмбер тут фистами развлекает оппонента. В спину все еще готовы заходить. И Сен-Кинг есть эпицентр. Мэтью хотят забрать и могут это сделать. БКБ прожимается. Мэтью живет. Мэтью еще один удар. Мэтью погибает. У него имеется байбэк. Он его делает. Сразу же возвращается обратно. На шрайн отступают игроки команды Эго. Уходит отсюда Сен-Кинг. Эмбер врывается. Хочет кого-нибудь подцепить. Привязали Сен-Кинга. Закинули копьем просто к дереву. Заходит в Рейс-Кинг. Ничего не боится. Снайпер в это время расстреливает аппарата. Но там госсептер. Аппарат еле живой, но убегает из драки. Живет. В это время попытка была подцепить снайпера, но тоже неудачная. Прогоняет в Рейс-Кинг отсюда. Аппарат улетает на базу. В это время здесь остался Брудмазер. Брудмазер хочет ворваться, кого-нибудь съесть. Но тут вся команда и никто не даст просто так. Безобразничает здесь Брудмазер. И в итоге на этом драка заканчивается. Убили Мэтью, выбили байбэк из него. Ну и продолжаем стоять около Рошана. Так, ну что. Поздравляю вас, дамы и господа. Первый матч сегодняшнего дня, который перевалил за час на этом канале. У-у-у-у, е-е-е-е. Это был сарказм, если что. Вот. Буки продолжают стричь Рошана. Рошан уже жарнющий. 12-900 хп. Тригинялся на фул. Рефрешер лежит. Ну, ждем, пока накапают байбэки. Так, сэнгинг внизу продолжает сплитпушить нижнюю линию. Ну, у него гейм там в стэше лежит. Решет и шесть тысяч на руках. Может быть, тоже себе выложить уже аганим и купить вместо него что-нибудь. Ну, имеется в виду купить эссенцию аганиму себе. Или нет? Ну, как бы, аганим это круто, но можно что-нибудь еще купить помимо этого. Что-нибудь полезное на команду. Например, какой-нибудь... Ой-ой-ой! Сэнгинг прожал БКП. Хорошо, хорошо. Опасно просто было. Нужно бежать. Брудмазер в это время съедает шрайн лесной. Довольно быстро и легко. Будет дальше доедалось. Ну, и теперь вроде бы как на Рошана собрались заходить из G-Sports. Хотя сюда подтягивается уже Эмбер. Борется с работягами. Эмбер, может быть, пора бы уже собираться в какого-нибудь полного ДД-физушника. Но нет, уже не переделаешь. Ну, потому что, чтобы давать фисты, там с одних фистов там по пол-ХП все бегали, критули, все дела. Целей много, пауки, БФчики, Дейдалусы. Вот это вот все. Старый добрый Эмбер Спирит. Так, ну окей. Вернулись к тому, что было у нас буквально несколько минут назад. Игроки команды Эггобойс продолжают стоять на своем хайграунде и ждут, пока команды G-Sports зайдут в Рошпит. А в это время из G-Sports продолжает сплитпушить, заставляя команду Эггобойс возвращаться постоянно на базу. Но, благо, есть Эмбер с травелами. Кстати, можно травела, наверное, уже вторые взять даже. Как прям. Снайпер тут аккуратненько бегает. Сэмкинг хочет ворваться. Да, стадии игры убер-гипер-лейтовые уже. Я не знаю. Сейчас, наверное, уже всем накапывают байбеки. Дождемся мы этого момента, судя по всему. Ох-ох-ох-ох-ох. Хекс. Хекс появляется для Эмбера. Это тоже крутая штука. Контроль сейчас нужен. И чем больше контроля, тем лучше. Потому что БКБшки уже пятисекундные. А за Хекс можно быстренько кого-нибудь вырезать. Любого персонажа. У оппонента. Ну и опять. Опять возвращаемся к Рошану. Там уже работяги пошли разбираться с ним. Пойдем. Там Фистовс от них забирает всю пачку крипов. Не крипов, а пауков. Как мазал. Эмбер спирит. И ничего не происходит, ребят. Боятся и те, и другие. Я прекрасно понимаю игроков команды Эго Бойс. Я бы тоже боялся, когда у тебя матч за выход в стадию плей-офф. Он как бы четвертое место. И не хочется играть в переигровки. Там эти хамы. Вдруг хам так-то состав не самый слабый. Каста Джо, скитеры. Всех мы знаем прекрасно. Поэтому. Ну и нафиг. Лучше уж на Верочку сыграть. Как говорится. И... Спокойно пройти в плей-офф. Но. Команда SG Sports не сдается. Видно, что не любят своего оппонента. И готовы напихивать палки в колеса до последнего. Потому что... Для SG Sports этот матч не решает вообще ничего. Вот. Вообще. Только для команды Эго он важен. Так. У нас драка. У нас драка. Врывается на Марса. Марса вытолкали. Хорошо. Еще раз толкают вперед. Марс прожимает БКБ. Привязка хорошая по двоим. Ой-ой-ой-ой-ой. Неплохо раскастовался здесь Shadow Demon. Но не хватает урона. Могут выбить реинкарнацию. Реинкарнацию выбивают. Эхостом. Хороший. Залетает по Сенкингу. После реинкарнации забрать в Рейс Кинга уже скорее всего не удастся. Вся команда его охраняет. Ну ладно. Ну что ж. Обменяли серии ударов. Выбили реинкарнацию. Которую уже скоро откатит. И продолжаем играть. Все уже почти 25-го. Да, все уже наверное 25-го. Да? Нет ни одного. 24-го. Нет, только в Рейс Кинга. Аппарат. Все еще не 25-й. Ну я думаю там с появлением книжечек это не будет. Ох! Так. Ну а здесь продолжается у нас борьба. Ментальная борьба за Рошана. То есть потенциальная. Может пора гоним? О, еще один Хиллс. Ну правильно. Чем больше контроля, тем лучше. Здесь я понимаю. Логику команды Эго. Контроль нужен. Очередная пауза. Ставится, потому что Сэнд Кинг вылетает от игры. Ну все. Компьютер начинает плавиться. Сил играть больше нет. Игра потихоньку идет уже на полтора часа. ГГ, ВП. О, да. Вчера у нас правда была игра с Алхимиком, где там 70 минут по-моему играли. Обе команды. И там было преимущество что-то в районе 58, что-то 1000 золотых. Посмотрим, как будет здесь. Да. Что-то у нас реально какая-то очень затяжная игра. Байбайки почти у всех есть. Сейчас еще и Элдер Титану накапает. Поэтому, в принципе, в равных условиях находятся обе команды. Единственное, что, конечно, побольше имеют по фарму у нас SG Sports. Ну, а знаете, на 66-й минуте количество артефактов, ну, не так уж и критично, как по мне. Так, Акторишка! Ну, можно, на самом деле, Акторишку собрать, поставить эссенцию Аганима себе приобрести, выложить, освободить слот, точнее. И туда собрать Акторин Корр. Денег, благо, хватает. Потом можно съесть еще и какие-нибудь мушардики. Можно собрать себе вторые Тривела. И, в принципе, на этом развитие Эммера, наверное, закончится. Дальше, если только как-то тасовать предметы со своим рюкзаком. Больше вариантов нет. Так, что там у Снайпера? У Снайпера, в принципе, то же самое. Собираешь эссенцию Аганима, берешь себе рапиру. Кстати, реально, почему нет? Смотрите, собираете себе Аганим, вкладываете. Берешь рапиру и просто там с нереального рейнджа. Тра-та-та-та-та-та-та. Тра-та-та. Или нет? Не знаю. Так, ну а что у нас тут по развитию для команды G-Sports может быть такого? Ну, все еще в ожидании Дейдалуса для Брудмазер. Но, опять же, не сказать, что это сильно нужный артефакт. Потому что урона-то вроде бы хватает. Проблема в том, что Брудмазер не успевает добраться до Снайпера. И Снайпер просто ее расстреливает. Может быть, имеет смысл собрать Хекс какой-нибудь. И тоже сделать эссенцию Аганима, чтобы не занимала лишний слот. Как вариант. Так, ну, в Рейс Кингу, не знаю, тут уже расти некуда. Вторые тревела, Блэдмейл, разве что поменять на что-нибудь более полезное. Например, Хекс тоже будет явно лишним. Или же Абисал Блэд, не знаю. У Лины БКБ тоже крайне необходимый артефакт. Но нужно оставлять и на байбэк, понятное дело. Ну, а аппарату побыстрее получить 25-й. В принципе, тоже необходим. По-моему, он единственный, кто остался... Без уровня, да? Да. А! Да, только у аппарата нет 25-го левела. Непорядок. Так, ну что ж, возвращаются игроки команды Эго Бойс в игру. Давайте смотреть. Продолжается Великое Роша Настояние и борьба за него. Так-то, вторые тревела. Хорошо. Когда-нибудь я доживу моменты, когда пойдут некрачи. Вот, вот. Концептуальное решение начинается у нас. Поехали. Догон. Вы знаете... Если честно... Честно. Положа руку на сердце, я голосовал бы даже, наверное, за... Какую-нибудь актарину. Но догон, может быть, в теории, под там отсутствующие БКБ, под ОХП, реально зарешает. Когда ты шваркнешь разочек, и кого-нибудь отправишь в таверну. Так, у нас миди. Возможно, что-то будет. Опять Мэтью. Опять же в том же месте подкопали его. Но продолжение нужно какое-нибудь. Но нет, его не будет. 372 голды дали просто за... Один обсервера. Это просто жесть. Это какие-то невероятные цифры. Скоро за обсы тут будут по ксарю давать. Так, у нас тут драка. Тут драка. Могут забрать Сен Кинга. Сен Кинга пригвозили. Сен Кинг погибает отлично. Не погибает, потому что его спасает Аганим от Врейс Кинга. Хорошо. На развороте расстреливаешь Марс. И Марс погиб. Сен Кинг отправляется в таверну. В таверну отправляется практически в Врейс Кинг. Выбили реинкарнацию из него. Под минус армором. Как же больно Врейс Кингу. Но в это время Брудмаза прыгает на лицо Снайпера. И хочет его съесть. Но нет просветки. Инвиз неуязвимый. Снайпер просто убегает отсюда в Шадоу Блэде. И на этом драка заканчивается. Серьезно? Кончит аппарат, но его расстреливает снайпер. И аппарат погиб. До свидания. В таверну отступает отсюда Лина. Отступает отсюда Брудмазер. И на этом драка заканчивается, судя по всему. В следующий раз нужно какой-нибудь просветчик с собой носить. Там вроде бы гем был у Лина. Или у кого-то был гем, в общем. Так, байбэк пошел. Байбэк пошел. Возможно, Марс тоже сделает байбэк. Потому что там Рошана вроде как бьют Лега Бойс. Так, драка. Хорошо. Шадоу Демон реагирует грамотно. Контролит Сен Кинга. Сен Кинг прожал БКБ. А в это время избивают снайпера. Снайпер захексили. Снайпера нужно спасать. Снайпер живет. Прожимает БКБ. Опять уходит в Лиз. Да что ж ты будешь делать? Снайпера просто не достать. И начинает расстреливать. Ра-та-та-та-та. Выбили первую жизнь из Брайс Кинга. Прыгает Сен Кинг. Гем лежит. Его никто не забирает. Забирают у нас в итоге Шадоу Демона. Шадоу Демон делает байбэк. Возвращается обратно. Драка продолжается. Это еще не конец. БКБшки заканчиваются. Снайпер продолжает заряжать ультимейт. Есть Хекс по аппарату. Аппараты могут забрать. Энштопа Рейшн погибает. Точно. Его, конечно, спасает наличие Аганима в Рейс Кинга на какое-то время. Но это точно минус. Там в это время крипы на базе уже у Кабана из G-спорса развлекаются вовсю. Аппарата не будет 110 секунд. Рошан все еще стоит. Это, опять же, напоминает только третий Рошан. Там сыр, Аэгис и рефрешер. На него просто не могут зайти. Боже мой. Баунтер у нас очередной. 70 минут. 70 минут. И я так понимаю, эта игра может побить все рекорды, которые я видел на этом регионе. И я напомню еще раз. Этот матч важен только для одной команды. Для Эггобойс. Потому что если сейчас победят из G-спорса, Эггобойс придется идти и сражаться с командой Хэм. За четвертое место победители этой пары определятся, кто пойдет дальше в стадию плей-оффа. Но если побеждают Эггобой сейчас, то они стабильно занимают четвертый. На этом Квауз закончится. Ой-ой-ой, как врывается Марс. Хорошо. Первый минус. Погибает у нас в Рейс Кинг. Выбили Реинкарнацию. Рина тоже погибает. Дают Лагуну Блэйд перед смертью. Но это неважно. В Рейс Кинг прошимает БКБ. После смерти нужно дождаться окончания БКБ. У Рейс Кинга проблемы. Арена пошла от Ларса. В это время под караули снайпера. Снайпера выталкивают подальше. Снайпер убегает отсюда. За ним погонят Брунмазера и Снкинга. Они просто хотят его съесть. Но они не могут этого сделать. В это время Эмбер врывается в драку. Лина после Байбэка с БКБ забегает. Снайпер все еще жив. Каким-то чудом за ним продолжается погоня. Снайпера ни в коем случае нельзя давать. Хех залетает. Погибает Брунмазер. Отправляется в таверну. И в это время снайпер начинает расстреливать Снкинга. Снкинг погибает тоже в таверну. Без Байбэка. Отправляется он. Ой-ой-ой, как опасно сейчас. Врейс Кинг сделал Байбэк. Его здесь подцепили. После Байбэка Лина очень битая. Брунмазер возвращается обратно. Не хотят отдавать Рошана. Но Рошан разваливается просто на глазах. Вы посмотрите. Какая тонна здесь урона. Просто невероятно. Рошан упадет. Это точно. Брунмазер хочет что-то здесь подманщить. Ой, какой хекс! Да ладно! Но нет. Недостаточно в итоге выкидывать. Просто Брунмазер. Брунмазер без БКБ. Брунмазер бы забрать сейчас. Брунмазер погибает! Ой-ой-ой, какое фиаско от команды СЖ Спортс. И теперь Брунмазер не будет 120 секунд. И прекрасно об этом знают игроки команды Эго Бойс. Там уже вовсю крипы. Развлекаются на базе. Падает Т4. И все еще ребята борются за этого Рошана здесь. Ох-ох-ох. Теперь нужно как-то деф играть. Я не знаю. Дьямы валяются. Их уже никто просто не забирает. Ну заберите вы Рошана! Алло! Эго Бойс, ну вы же видели, что Брунмазер делала байбэк. Хеллоу. Серьезно что ли? Боятся зайти на Рошана? Ох. Жестко. Ну, такими темпами мы дождемся, пока Брунмазер вернется из таверны. Мы видим, что ни у кого из команды ЖС... Ой-ой-ой, Лина поставляется. Лина поставляется, получает Хекс и погибает. Хорошо, минус Лина. Хочу в лагуну там зарядить и того, что последует. Так, Лина в таверну. До свидания. Ну теперь можно забирать Рошана. 120 секунд без Лины. Айс Бласт летит. Рейс Кинг. Рейс Кинг заходит. Рейс Кинг ничего не боится. Рейс Кинг бессмертен. Рейс Кинг, возможно, погибнет сейчас. Это будет минус реинкарнации. Второй раз можно попробовать забрать Рейс Кинга. Кастуется Эферством. Прожимается ВКБ. Хорошо. Рейс Кинга расстреливается. Энкинг сюда летит. ВКБ прожал. Подкопал двоих. Нужно раскастовывать Эфицентр. Эфицентр сейчас начнет тестоваться. Но мало урона. ВКБ прожимает Снайпер. Погибает. Энш Кинг. Энш Кинг. Энш Кинг без байбэка, по-моему. Сейчас Сэн Кинг погиб. Сэн Кинг тоже отправится в таверну. Отлично. Еще один минус. И, по-моему, это ГГ. Если честно. И, наконец-то, этот затяжной матч закончится. Сэн Кинг сейчас отправится в таверну. Да. Минус все. В живых будет только одна Брудмазер. Ребята из команды... SG Sports наконец-то начисали ГГ. Вау. Эта игра наконец-то закончилась. И у нас не будет переигровок. Потому что... Ребята из команды Эго Бойс зарабатывают стату 4-3. Вроде как должны. И стартуют с четвертого места. В группе. И будут бороться завтра уже в серии Best of 3. Вот как-то так. По идее. Да. Все верно. 4-3 у них статистика. У Team Ham 3-4. Ну что ж. Вот такой у нас получился закрывающий матч дня. Просто невероятное противостояние. Не знаю, что еще сказать. Море пота, крови, слез. Поздравляем команду Эго Бойс. Увидим их уже завтра. Вот. На сегодня регион Южной Америки подходит к концу. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что были с нами. У меня уже, например, почти 3 часа ночи по Москве. Вот. Приходите завтра. Завтра также стартуем, по-моему, в районе 7 или 8 часов в Москве. Там следите за новостями в группе RUHUB. Кстати, вы можете подписаться на официальное сообщество Dota 2 RUHUB в ВКонтакте. Не забывайте этого делать. И, опять же, участвуйте в акции от FIVE. Регистрируйте коды из пачки FIVE и выигрывайте поездку в Шанхай и другие полезные призы. Продолжение следует.